всем привет рада видеть вас на своем канале и сегодня в работе у меня вот такие ручки здесь были одуванчики с капельками топа но капли топа и и начали раздражать и она их кусачками отщипнула а так все хорошо относилась включаю свою любимейшую помощницу если еще сомневаетесь не сомневайтесь дышать пылью это самое последнее самое вредное что может быть в нашей работе потому что пыль все-таки оседает на легких и выводится очень тяжело в свое время кто работал на пыльных работах давали молоко потому что она способствовала введению пыли с легких опять-таки пыль разная бывает и говорить о действенности этого метода на сто процентов я не решусь потому что не владею такой информации я убираю длину она сказала что убираем длину прям таки хорошо потому что ногти длинные ей не мешают но и убираю старый материал она всегда делает овалы поэтому пилочку подставляю под углом относительно ногтя и от точки в роста уже хотела сносить угол и тут я что-то у нее решила спросить овалы как всегда на нет сегодня квадраты думаю ну блин хорошо что вот вовремя остановилась и во время когда интуиция подсказала мне спросить что за форма но прям такие квадраты квадраты здесь не получится все равно ногти идут на заужение но дело линию торца прямой и поднимаю немножко боковые стороны обязательно прохожу пилка по поверхности убираю глянец сотроши части ногтевой пластины отодвигаю кутикулу открываю под кутикульный карман все одно и то же далее с помощью талька буду выполнять маникюр прочищаю на форварде с левой стороны своим большим пальцем я оттягиваю кожу клиентки чтобы открыть больше пространства для своей работы но на реверсе я прочищаю правую сторону можно зашлифовать боковые валики и убрать лишний материал по бокам тоже это я делаю фрезой а счищаю кутикулу я фрезой шар за шарми диаметром 5 миллиметров работы на скорости где-то 56 тысяч оборотов легкими едва надавливающими такими вот скользящими движениями штихообразными я прохожу по кутикуле исчищаю ее но для начала конечно же нужно пройти по внутренней части кутикулы чтобы приподнять белый кантик для среза убираю пыль и на этом этапе я потратила 40 минут маникюр готов не перехожу покрытие но сначала выключаю свою помощницу наношу грунтовочный слой каучуковой базы на все ногти это обязательно это важный этап база служит как подложка и образует прочное сцепление между натуральным ногтем и следующим искусственным покрытием далее обычным гелем тем же которым я буду делать укрепление ногтевой пластины я достраиваю боковые стороны просто беру на кисточку капельку геля и распределяю вот так вот от точек в роста к уголочку и закрываю всю линию свободного края всю линию торца это нужно сделать на всех ногтях таким способом очень быстро я достраиваю недостающие боковые стороны это мега простой способ и кроме того у этой клентки ногти клюют вниз они как бы буграми идут и ничего с этим не поделаешь это у нее тогда но от природы поэтому такой способ еще позволит мне поднять клюющие кончики вот этот бортик на торце дает мне ступеньку гелем я заполняю пустоту получается от апекса к этой ступеньки мне нужно заполнить вот эту вот ямочку то есть на торце образуется достаточно толстый слой геля поэтому опять включаю вытяжку так как на торце у меня такие достаточно большие плюшки получились мне нужен опил сначала выравниваю по форме квадрат выравниваю боковую сторону выравниваю линии торца и свой любимый опил прохожу по ногтю капель его его как трубочку сглаживаются все неровности все боковушки и ноготь получаются красивую ровный ну и конечно же нужно выпилить и убрать все лишнее снутри и на сегодня больше вытяжка мне не понадобится вот такие красивые квадратики получились и на это дело ушло час и 24 минуты то есть если покрыть топом то по сути за полтора часа я справилась достаточно сложной работой многие мастера называют поднятие ключи кончиков сложная работа но на самом деле да так и есть потому что затрачивается дополнительно время дополнительный материал дополнительные усилия но и это можно уложиться сделать полтора часа ну конечно же при условии того что старое покрытие относилась отлично нет никаких отслоек ничего прям такого кардинального ремонтировать не нужно то есть у каждой работы у каждых ручек своя особенность и соответственно время на это затрачивается разное дизайн очень простой я нанесла белый гель-лак я показала время и сколько времени я провожу с этой поталью поталь будет на каждом ногтике по линии вот этого белого гель-лака на самом деле мне нравится поталь мне нравится какой эффект она придают дизайну все-таки такая вот все равно изюминка появляется но работать с ней я мне прям бесит потому особенно вот эти вот отрывать частички потали от основного куска но как бы там ни было с работой нужно справляться я справилась и перекрываю все ногти топом на этом работа почти готова я говорю почти потому что нужно опилить торцы и тут все-таки вытяжка мне опять-таки понадобилось и вот в целом ушло два часа десять минут на эту работу дизайн и покрытие топом ушло чуть ли не полчаса при том что белый гель-лак я нанесла за десять минут на все пальцы в два слоя до белый гель-лак я показал что наносила в один слой но на самом деле конечно же наносила в два слоя чтобы не было никаких проплешинок вот такие красивые квадратики получились красивый дизайн праздничный где-то может даже свадебный но клиентка захотела именно такой но я надеюсь вам понравилось видео на сегодня у меня все всего доброго хорошего дня